Девчонки, всем привет! Это уже такие декоративные, пустые баночки, можно так сказать. Базовое покрытие от Макси. Мне оно очень нравилось, укрепляло ногти. В принципе, очень неплохое как базовое и как топовое покрытие. Была им довольна. Еще у меня закончился такой вот, это даже не лак, это покрытие такое для укрепления ногтей. И немного это покрытие выбеливало ногтевую пластину. Неплохое покрытие было от фирмы Lamelle Pro Lasting Finish. И вот такой вот бесцветный лак, можно так сказать, тоже покрытие бесцветное. Закончилось я им на каких-то продуктах новых, которые я покупала, название обводила, чтобы они раньше времени не стирались. Так, еще у меня для ногтей не закончились, а просто выбрасываю вот такие вот наклейки на ногти. Когда-то давно я приобретала, именно знаете, они такие вот слишком выпуклые и они клеятся, как-то потом кукоржатся, оттопыриваются и мне они не нравятся. И еще выбрасываю такие вот очки. Я покупала их, по-моему, в просторе, как-то показывала видео их. Они неплохие, но, получается, они такие немного кривоватые. Вот даже они не становятся как-то ровно на стол. А на лице они вообще такие какие-то, немного перекошены на одну сторону. Не знаю, почему. Может, где-то в сумке так помялись, потому что у меня чехла такого вот хорошего на очки нет. Еще у меня закончился очередной BB-крем от Evelyn. Еще один у меня тоже заканчивается на подходе практически. У меня был светлая кожа оттенок. Это 8 в 1. Но неплохой BB-крем мне, в принципе, нравился. Он меня устраивал, но на такую более-менее идеальную кожу. Вот когда у меня были высыпания, я, конечно, этим BB-кремом пользовалась. Но нужно было очень много всего закорректировать корректором. Так, и еще у меня закончился практически, тут осталось уже на один раз, вот от Горинье BB-крем. У меня тоже в оттенке Light, именно самый светлый. Очень мне нравился, я им довольна. Не могу сейчас купить именно такой оттенок. У нас остались только вот светло-бежевые или какие-нибудь, как они-то называются. В общем, самый темный оттенок остался, он мне не подходит. Поэтому вот именно такой я найти не могу. Уже куплю на новом месте жительства, наверное, что-то вот именно на сейчас, на загорелую кожу. Но сам вот оттенок мне подходил сейчас на загорелую кожу и даже не на загорелую кожу. Он как-то немножко, но подстраивается под тон кожи. В общем, неплохое средство. Еще у меня не закончилось, но осталось тут уже на капельку средство. Это такая вот SPF защита, можно так сказать. Ну, в принципе, крем Fluid с SPF 35 от Oasis Fresh Down. 30 мл здесь пользовалась им прошлым летом, пользовалась и этим летом. SPF защита суперская, мне нравилось. И еще я пока пошилась в своих таких уходовых средствах, чтобы не везти всякие большие баночки. И так их много у меня получилось. Некоторые баночки у меня уже там на исходе последнем. Я их допользую сегодня-завтра и выброшу здесь, чтобы с собой не везти. Одна из таких баночек это бальзам для волос, пивные дрожжи от Belita Vitex. Еще у меня на исходе вот гель для душа. Я его, конечно же, тоже допользую. И также у меня чуток шампуня осталось от чистой линии крапива. Еще у меня осталось тут совсем чуть-чуть тоника от Avon Solutions. Это у меня тоник матирующий, идеальная кожа. Его здесь было намного больше. Я просто перелила в такую баночку-миниатюрку. Уход буду брать с собой. Еще у меня закончились, практически закончились от чистой линии. Это легкий крем для век, мой любимый, который я, в принципе, люблю. Здесь было совсем по капельке. И я перелила в такую вот ту же баночку-миниатюрку. В общем, чтобы не везти вот такие вот две побольше баночки. Так, еще берем с собой вот такое вот мыло. Допользуем, наверное, его в дороге. Так, и еще у меня закончилась солициловая кислота. Очередная баночка. Это у меня, по-моему, идет 2-процентная, если я не ошибаюсь. Так, еще у меня закончилась база под тени. Закончилась уже давно. Я просто как-то собирала все эти пустые баночки декоративной косметики именно. И все не показывала вам. Она уже именно затвердела так основательно. Вот эта вот основа, остатки, так сказать, ее. Уже не выковыряешь их, ничего. Основа под тени мне очень нравится. Новая баночка сейчас пользуюсь с удовольствием. Еще вот такое средство я, не знаю, выброшу, либо, может быть, отдам кому-то, либо еще оставлю на какое-то пользование свое, не знаю точно, средство под вопросом. Это маскирующее средство от Oriflame. Корректор желтого оттенка, зеленого. И такой вот телесный, но он сильно такой рыжий. И не знаю, я им особо, в принципе, не пользуюсь. Но такое вот средство под вопросом. Я не знаю, нужно ли оно мне. Так, еще закончилась у меня помада от Colortrend Avon. В таком вот нежном оттенке. Она мне очень нравилась. Очень похожа. Я сравнивала даже эти помады и по текстуре, и по тому, как она носится на губах, и как наносится. Очень похожа на помаду от Maybelline, которая у меня есть в 130 оттенке. По-моему, Шопот Цвета серия называется. Они очень похожи. Так что, если у меня закончится от Maybelline помада, я буду иметь в виду вот такой вот оттенок от Avon. Это Pink Holiday серия Colortrend. Так, пробегусь быстро-быстро. У меня уже садится батарея. Еще у меня на исходе пробник туалетной водички. Это у меня тоже Avon Persever. Новенькая водичка. Очень такая цитрусовая. Я время от времени ею пользовалась. Вот допользую пробник. Остатки, вернее, пробника. Так, еще у меня на исходе тушь от Reluine. Коричневый оттенок. Тушь хорошая, мне нравилась. Так, и еще на исходе у меня уже вот такая черная тушь. Это у меня от Evelline. Называется Volume Mix Fiberlast. Не знаю, Fiberlast. Как-то так. В общем, обычная черная тушь. Покупала ее в обычном магазине. Знаю, в просторе продается. Силиконовая кисточка, так же, как и в этой туши силиконовая кисточка. В общем, в принципе, наносятся... В общем, я люблю, в принципе, силиконовые кисти в тушах. Но вот именно эта тушь со временем, когда стала подсыхать, стала осыпаться на глаза. А эта тушь стала, вот когда подсыхать, она начала отпечатываться на верхнем веке. На нижнем веке, даже если вот нижние ресницы подводишь, нижнее веко тоже вот отпечатывается. Как-то не знаю. В общем, такие бюджетные, неплохие, но не знаю, буду ли покупать еще. Также под вопросом у меня корректор вот этот от Evelyn, который я, в принципе, люблю. Но он у меня в шестом оттенке, Toffee в 0,6. И я им раньше пользовалась. Ну, как-то я, может быть, раньше больше загорала. Или я не знаю, в общем, может быть, у меня как-то вкусы поменялись. Но как-то он стал очень сильно заметен. Может быть, он окислился. Вот лежал он как-то и окислился, стал темнее. Не знаю, но это новый тюбик. И он такой темноват. И не знаю, тоже под вопросом, буду ли я им дальше пользоваться. И буду ли я его вообще с собой брать в косметичку. Так, и еще закончился срок годности у меня в корректоре от Avon. Это старое еще оформление корректоров. Сейчас они выглядят как вот эти вот помадки. У меня в светлом оттенке, в оттенке Light. Обычный такой корректор, сухой. Я им раньше часто пользовалась. И под глаза, и на все лицо могла наносить. Так как не слишком у меня много было всяких недостатков на лице. В качестве там хрущей и всего остального. Я могла, в принципе, себе позволить это. Так, еще у меня подходит к концу гель, фиксирующий для бровей. От Artvisage. Новые уже лежат. Про запас. А вот этот заканчивается. И покажу его вам сразу. Так, и еще у меня заканчивается тоже. Интенсивно пользуюсь сейчас Nivea SOS восстановление. Пользуюсь почему интенсивно? Потому что срок годности у него 6 месяцев. Так, в принципе, вот когда распробовала его, стало чаще им пользоваться. Да, вещь неплохая. Но все равно вот этот холод сильный такой на губах первое время. И потом вот этот запах как-то меня все равно нервирует. Прям аж просто, я не знаю, аж мурашки по коже. Так, и еще чуть не забыла. Покажу вам вот такой вот консилер. Тоже корректор у меня заканчивается. Это у меня тоже от Evelyn Artvisage. У меня в 0,5 оттенке Nude. Он тоже, кстати, окислился. Сейчас он очень похож с вот этим оттенком 6 Toffee. Очень они схожи. Почему-то вот окислился. Я думаю, наверное, из-за жары. И здесь осталось его уже очень-очень так совсем чуть-чуть. На прозапас у меня тоже уже лежат готовые. Жду своего часа. И еще тоже подходит к концу. Чуть не забыла тоже показать. Это как раз BB-крем, который я показывала вам ранее. У меня закончился один уже тюбик. Вот такой вот второй у меня, которым я пользуюсь. Показала их сейчас, потому что не знаю, когда еще в очередной раз буду снимать это видео. И вообще любое видео. Ну вот, в принципе, и все, что я хотела показать. От чего я избавляюсь. И всем спасибо за внимание. До новых видео. До новых встреч.